Каждый из этих школьников к учебе подходит с полной серьезностью, и одним из любимых моментов становятся Олимпиады. Ведь здесь есть возможность проверить, насколько усвоились полученные знания. Хожу уже не первый раз, так что задания знаю, какие они вообще, что из себя представляют. Дома готовился, в школе тоже прорешивал. В принципе, думаю, что неплохо выступлю, потому что подготовка хорошая, учителя со мной готовились. Ну и в принципе, обстановка уже знакомая, такого волнения нет. Когда первый раз приходишь, волнуешься, а сейчас уже как домой ходишь на Олимпиаду. Больше задания представляют из себя анализ текста, анализ какого-то произведения или рассказ о каком-то авторе какого-либо произведения. Среди школьников, которые любят литературу, и ученица старших классов лицея номер один Александра Мамчур. Как утверждает девушка, произведения писателей и поэтов помогают лучше понять мир и самого себя. А творческое задание, которое входит в Олимпиаду, помогает по-новому подойти к поставленному вопросу. Олимпиада по литературе традиционно включает в себя анализ произведения и творческое задание. Выполняя творческое задание, человек может проявить свои творческие способности, показать свою креативность, свое мышление. И также при выполнении анализа произведения мы можем показать, как мы видим мир, как мы видим данное произведение, с какой стороны мы на него смотрим. Олимпиада по литературе в четверг прошла в седьмой школе. Под проведением мероприятия в общеобразовательном учреждении для этой цели было выделено два этажа, так как количество участников составило 228 человек. Под эту Олимпиаду мы подготовили 15 аудиторий. В аудиториях заняты 15 очень опытных организаторов. Мы провели линейку, где детям дали подробный инструктаж. Участники пишут 3 часа 50 минут. Всероссийская Олимпиада школьников проводится ежегодно по 21 общеобразовательному предмету, и число одаренных ребят, желающих совершенствоваться в той или иной области, с каждым разом растет. Участвуют в этой Олимпиаде школьники, которые прошли на школьном этапе Олимпиады. Они являются победителями призерами и набравшие определенное количество баллов согласно предписаниям Оргкомитета. А также могут участвовать победители призера прошлого года муниципального этапа. До проведения муниципального этапа Олимпиады созданы жюри муниципального этапа, куда входят опытные учителя нашего города, и они оценивают каждого участника Олимпиады. Оценивание происходит согласно тем требованиям, которые предъявляет региональная комиссия. Школьники, которые получат наилучшие результаты на муниципальном этапе, в дальнейшем станут участниками регионального, республиканского и, возможно, всероссийского этапов. Татьяна Галиева, Артур Мирозагитов. Информационная программа «Ежедневник».